Я еще хотела вернуться к теме дистанционного образования. Так вот, вы подумайте, вы что бы отказались от ученика, который бы... Вот вы его не трогаете, вы ему не ставите ноты, вы ему не открываете его ноты, вы не показываете какую строчку. Вы сказали, что сидя на стуле или там, не знаю, на кресле или на диване, вы говорите, открывай этюды, открывай вторую строчку, правой рукой, со счетом. Понимаете, человек, который уже имеет навыки обучения онлайн, он многие вещи делает без подсказки, даже если ему 7 лет, даже если ему 6 лет. На моих шестилетних детях родители не сидят, они сами открывают. Там и учебник по гаммам, и учебник по теории, и ученик по чтению сестра. Там нужно открыть какую-то страницу, какую-то строчку, проблема номер один. Ну, не проблема, оно называется, там, тест номер один, или там, задача номер один. Понимаете, перед вами более самостоятельный человек, чем если бы он был, сидел с вами. Потому что воля-неволя, вы, ну, видите, там нота лежает, вы его берете, ноты сами достаете, вы сами открываете, вы все сами, он сидит как овощ, понимаете. Тот человек, который онлайн, он маленький, и он уже все делает сам. Дальше, опять же, ну, одно дело, конечно, можно развернуть камеру, показать свои клавиши, а ведь можно научить так, чтобы он находил этот фа-диез. Ну, поговорите же сколько раз, где фа-диез, где соль-диез, где ля-диез, поговорите, да. Понимаете, вы в итоге получите абсолютно самостоятельного человека, который умеет, имеет навыки разбора куда крепче, куда логичнее, куда более, так сказать, консистентно, как сказать, последовательно, чем если человек, который сидит рядом с вами. Человек, который сидит рядом с вами, он более, ну, как сказать, ну, вот, если вот среди вас есть матери, которую отучали от груди, да, или там, я не знаю, приучали к садику, ребенок, который отучается от мамы или приучается к садику, он не хочет отучаться от груди, он не хочет идти в садик, понимаете, он привык зависеть от мамы. Вы почему-то спокойно отлучаете, вроде, да, надоело кормить, надоело дом сидеть Так то же самое, ваш ребенок, который сидит рядом с вами, он тоже от вам очень сильно зависит Вы можете как угодно говорить, что вам нужно тронуться до локотка Или там вам нужно показать кончик пальца Но, во-первых, вы уже, если у вас были уроки, вы уже все показали И локоть, и палец, что, сколько можно Этот навык уже есть Мне надо из детей дураков делать Показал кончик пальца, да Потом вот сегодня выставила Илона, гениальная преподавательница из Израиля Выставила пост про свою методику Там она и по папе сыграет, и по таким придуманным клавишам, которые прогибаются Такие, как подушечка до самого кончика То есть, можно объяснить еще раз, напомнить, как онлайн То есть, вы понимаете, вы просто подумайте, что если вы переводите ребенка онлайн Конечно, ему будет вначале неприятно, потому что все раньше вы делали за него Но, в итоге, он порадуется, что он, оказывается, знает А потом бросали музыку Мы хотим из них сделать самостоятельных людей Получается, когда мы сажаем этого ребенка на тот сторону экрана Он уже, у него более лайкли идти дальше независимо без педагога Потому что он уже привык все открывать, изучать самостоятельно Чем если мы сидим, сидим, сидим Потом, бах, уроки личные закончились Педагога нет, и он никогда не откроет книжку Он же не привык все делать сам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!